Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть в игру Iron Maiden Legacy of Beasts. Так, давайте получим с вами космическую пыль, посмотрим что нам дадут за неё. А потом уже будем разбираться с тем, что у меня есть. А мне сегодня есть что вам показать. Так, хорошо. Ну что ребятулечки, так подожди-ка, у нас что-то здесь новенькое, да? Задание. Давай получим 5 Айронита. В достижениях у нас что? Воу, неплохо, совсем неплохо. Слушай, неплохо Айронита, у нас 577, но этого мало, мало для наших заветных желаний. Так, ну что же, ребят смотрите, самое интересное, что я, ну вы знаете, да, 7 дней нам нужно было заходить в игру, чтобы получить, как его, Эдди Фараона. Так что заходим с вами в книгу душ. Собери героические души. Я так понимаю, ребят, какие-то новые души здесь у нас. И мы с вами будем, вот, открывать душу Фараона. Ух, денег у меня пока хватает. И где же, где же, где же, покажите мне его. Ну что опять вот это вот? Вот он, ребята. Эдди Фараон, 4 звезды у него. Но, слушай, ну неплохо у него здоровье. А так, конечно, слабенько. Он больше по магии. Специализируется 4 звезды. Практически фул. Надо только пятую. Высокое здоровье. И смотрите, что он может. Он воскрешать может. Слушай, это круто. И у нас сколько этих кристаллов? Давайте, наверное, использовать все. Так, посмотрим, кто нам здесь достанется. Ух ты, трехзвездочный. Ладно. Так, смотрите, ребята. Каменный голем. Демоническое отродье, 3 звезды. Одержимые ракеты. Адские кости. Так, это уже пошли двухзвездочные, да? А нет. Ну да, двухзвездочные, все правильно. И однозвездочные. Плюс фрагменты редкой души. Замечательно. Слушай, ну фараона надо будет обязательно, ребята, заюзать. Попробовать. Все-таки может воскрешать. Это нам пригодится. Так, мы можем его усилить, судя по всему. Талисманы в него влепить. Ой, талисманов-то у меня сколько. Самое интересное, вот сейчас для меня, это, ребята, определиться. Открой потенциал Эдди. Только один раз. Осталось времени 6 дней. Нет, я не буду сейчас ничего вкладывать. Тем более, так, а тут, смотрите-ка, все ресурсы для улучшения хранителя. 475 ранита стоит все это дело. Ха-ха. Заманчиво, блин. Ребята, стоит тратить или нет, как думаете? Набор развития хранителей. Ай-яй-яй, я не знаю. Существо. Так, лимит снаряжения превышен на 11. Задание не доступно. Открыть меню отряда, чтобы освободить место. Это о чем они говорят? А, ну да, ребята, у меня слишком много монстров. Ну что же, мы с вами, наверное, можем принести в жертву многих. Причем многих, которые мне здесь не нужны. Вот эти вот однозвездочные, так они мне точно не нужны. Так, я могу еще? Понятно, больше не могу. Конечно, в жертву их всех. Да-да-да, я хочу. Мы будем их перерабатывать, но они действительно ни к чему нам. И что мне дают? Так, пески войны и осколок. Трехзвездочный хотя бы, это хорошо. Погнали дальше. Дальше всех в переработку. В жертву. Они будут уничтожены безвозвратно. Так. Что на этот раз? Ага, руна. Три звезды. Так, погнали дальше, ребята. Этих мы, естественно, не будем сплавлять. Ни в коем случае их нельзя. А то можно нечаянно, как говорится, по запаре. Хоп, воткнуть и все. Особенно вот этого Эдди Фараона. Посмотришь на него, да? А первый уровень, думаешь, а? Однозвездочный. И туда его. Хофф, переработку. Потом будешь локти кусать. Так, ну что же. Давай посмотрим, что мы можем его усилить. Так, он усиляется у нас зелеными осколками. Давай усилим, попробуем, ребята. Можно до максималки, до 40 уровня его прокачать. У него уже 43. А, у него же звездность-то, 4 звезды. Так, и последний проверим. Ага, уже тяжело прокачивается, кстати. Ну что ж, пускай будет таким. Ёлки-палки. Талант, все получается ОЗ-2420. Развитие. Чтобы его развить, нам нужны вот такие, ребята, осколки. 6 таких, 9 таких и 9 таких. Да, это не дешево. Так, умения у него прошлые есть. Настоящее будущее мы с вами потом откроем. Ну что ж, давайте еще. Он у нас маг. Соответственно, лучше вставлять магические. Например, вот такие вот. Надеваем. И еще одну руду магическую, чтобы у нас шла к магии прибавка 15%. Так, это что у нас получается? 14 уровень. Давай сделаем. Так уж и быть. Все, что, больше не могу. А, у меня нету. Нет, есть. Давай, давай, давай. 20 уровня. ОЗ еще на... Короче, она немножко поднялась. 302. И, конечно же, ее вставляем сюда. Надевать. Вот, ребята, вот она у нас. 15% прибавка к магии идет. Так, ну что, я думаю... Так, а вот это что у нас за руны? Это у нас талант. А таланты у нас для чего? Атакующая магия. Защита и здоровье плюс 5%. То есть, если мы с вами берем атаку с магией, то защита и здоровье 5%. Атака и магия. Так, у нас вот это вот на что? Идет на атаку. Да? Тотем силы. Точнее, талисман. А у нас нет ячейки под них. Вот оно что. Мощь. Ну, давай вот сюда вот мощь воткнем. Вот это же мощь. Преимущество. Погоди, а почему я не могу, ребят? Хм, секунду, секунду, секунду. Это у нас нейтралы, да? Сюда, значит, могу. А вот сюда почему-то нет. Нет, могу. Все, нормуль. Так, тогда сюда надо. Может быть... Слушай, а зачем нам атака? Нам атака не нужна. Нам бы хотелось узнать, что вот это такое. Талант. 25%. Ну-ка посмотрим. Повышает талант на... Так, талант. Ну, талант. Цвет талисмана, понятно, должен соответствовать. Так, атака плюс 15%. Ну, давай наденем. Ага. Надели аж 20 раз. То есть не сможем мы, да? Ничего сделать. Здоровье 15%. Ну-ка, можно надеть? Вот это вот убрать. Снимаем. И еще один такой же вот. Влепим сейчас. Во. Все. Теперь у нас еще и здоровье на 15% повышено. Единственное, что остается, это нам проверить этого фараончика, как он в деле. На задание черепов, ребята, я фармлю голду. И как раз хочу сейчас это сделать. Давайте мы уберем, наверное, отсюда плетеного человечка. И хочу посмотреть это все-таки фараона. И как это все действие у меня, ребят, происходит? Вот, естественно, на автобое, на ускорении. Потому что, ну, зачем мы будем с вами проходить то, что уже пройдено? Если бы я проходил это в первый раз, да, я бы это сам делал своими ручками. А так как это у нас пройдено, и нам нужно просто-напросто нафармить голду, для этого есть у нас автобой. Кстати, он здесь очень хорошо выручает. Сейчас мы с вами заработаем голду и пойдем на основную сюжетную линию. Поехали. Все тут очень быстро происходит, практически моментально. Вы в этом сами убедитесь. Будет всего у нас два боя. То есть первая волна, да, мы ее пройдем сейчас полностью состоящая из трех схваток. И вторая волна, состоящая тоже из трех схваток, по-моему. Или нет, та, по-моему, из пяти. Потому что там будет реально босс. Так, ну что, зарабатываем с вами сундук. И в нем, конечно же, вот, 20 тысяч. Ребята, это вообще идеальное для фарма голды. Потому что иначе, ну, запаришься тут на самом деле. Вот на бисиях зарабатывать деньги. А вот, ребята, здесь уже, видите, босс. Призрак Эдди. Мне нужны осколки. Очень много осколков. Я хочу, ребят, себе побольше вот этих вот самых главных персонажей Эдди. Чем больше у нас их, тем мы дальше сможем с вами продвигаться. Особенно в турнире. В турнире вы помните, да, если мы проигрываем каким-то определенным отрядом. Он больше не может участвовать. То есть, герой, павший, уже все. Не принимает участия в боях. Конечно, это хорошо. Круто все придумано. Что-то новенькое. Но очень сильно напрягает. Потому что придется нам постоянно кого-то развивать. Чтобы, как говорится, был, так сказать, НЗшник. Так, ну что, это, по-моему, предпоследняя. У нас волна здесь. Сейчас, ребят, сейчас мы тут быстренько с ними справимся. На автобое все легко и просто. А вот босс. Кстати, он тоже ватный здесь для нас. Ну, давай, давай. Блин, я же хотел, ребята, взять другого Эдди посмотреть. Ну, ладно, еще будет у нас такая возможность. Все, босс оттуплился. И вот здесь уже не 25 тысяч голды. А будет, по-моему, побольше. 50 вроде бы. Сейчас посмотрим. Оу, осколок. 4 звезды. 3 штуки. Так, нужно будет 90 черепов, ребят, собрать. Чтобы открыть третье прохождение. Ну, для фарма голды, короче. В общей сложности у меня 188 тысяч денег. Опять события тут. Мы что-то с вами завершили. Надо все это позабирать. 50 тысяч голды плюс еще 10. Ну, шикарно. На голду мы с вами немножко разжились. Так, песочки. Айронит, айронит. Ну, я думаю, что можно, в принципе, даже уже отправиться на основную сюжетку. Погоди-ка. Книга душ. Пять душ еще, да? Получить души. Давай-ка мы здесь закроем и посмотрим. Три существа, десять существ. Редкие. Мы можем, кстати... Нет, не можем. Не хватает у нас. Не хватает. За два лямчика можем вот такой вот осколок навыка. Но мне сказали, вы не тратить. Поэтому, ребят, я не трачу. Они у меня все лежат еще пока. Немножко нужно мне допетрить, кого все-таки лучше и нужнее нам прокачать. Для улучшения хранителя. Так, ну что же, мы... Кстати, я еще хотел сказать. Вы помните, да? Царство страданий. Как видите, на безумии я прошел полностью. Я не знаю, почему здесь обозначено 40%. Но я прошел его полностью. Так, тут высокая. Это я даже не проходил. Это, ребята, буду делать все за кадром. Там просто проходишь немножко, как вам сказать... Видите, средняя, высокая и на безумии. Там получше реворд, получше награды, а также все, в принципе, то же самое. Так, ну а мы с вами остановились, конечно же, на поле боя. Поэтому нам нужно его дальше проходить. Так, поехали. Так, новое сражение. Другой мир. Использовать только базовые атаки. Пройти за 8 или менее ходов. Использовать базовые атаки 9. Войти. Так, дай-ка я уберу, наверное, отсюда плетеного и возьму фараона. Можно мне как-то сделать вот так вот? Да, я думаю, так вот лучше. Ну все, поехали в сражение. Будем смотреть. Эдди, число зверя. Помните, да? Когда в космос заходишь, там такой Эдди стоит и управляет какими-то демонами. Марионетками. Так, что, даже без разговора? Так, скорость уменьшаем, ребята. Смотри, Эдди, сама земля поражена скверной. Такого мы еще не видели, говорит ясновидящая. Эдди Фарон такой, ну да, типа. Может, осколок у нацистов мощнее тех, что мы уже нашли. Это единственное объяснение всей этой скверни. Черт, с ума сойти! Мы все-таки вас нашли! Говорят, это вы виноваты во всей этой чертовщине. Генерал приказал доставить вас к нему. Боюсь, мы сейчас не можем принять приглашение вашего генерала. Использует только базовые атаки. Что он делает? А что? А почему он сам ходит? Подожди-ка. А, елки-палки, я автобой-то не вырубил. Слушай, ну... Просто взял Эдди Фарон и заколбасил двух юнитов. Причем так легко и просто. С двух ударов. Слушай, ну слишком медленно. Давай побыстрее маленько сделаем. Так, он сделал себе очищение. Так, вот у нас Фарон. А что это у него? Так, наносит чистый урон одной цели. Повышает защиту всех союзников на два хода. Исцеляет союзников с запасом здоровья не ниже 50%. 50% шанс получить дополнительный ход. Урон зависит от вашей защиты. Но это круто! Это просто круто, я считаю. Ты посмотри. Блин, он жахает. Я думал, что он маг. А на самом деле он, по ходу дела, ребят, боец. А вот это что у нас такое? Так, наносит чистый урон. Так, урон зависит терры-пыры. Он снимает до двух положительных эффектов, если у цели статус стойкость. А как нам определить, какой у врагов статус? Я не знаю. Так, ну-ка. Упс. Идеально. Подожди. Вот на суперскорости очень тяжело, ребята, метиться. Очень тяжело. Давай-давай, накопим. 956. Мне нравится, на вертолетике полетел. Так, двигаемся дальше. Последний бой. Последний бой. Ну, тогда давай. На. Так, массовый урон. Один готов. Так, давай-ка вот так сделаем. Опа. Еще минус один. Летунок. Использовать базовые атаки. Смотри-ка, что это такое у нас? Наносит чистый урон одной цели. Снимает с целью положительные эффекты. В том числе золотые. Золотые эффекты тут есть? Дает неуязвимый союзникам на два хода. Вот это круто. Дает себе заряд защиты и повышает защиту всех союзников на пять ходов. Урон зависит от ваших защиты и максимального здоровья. То есть, понимаете, ребята, да? Вот если урон зависит от ваших защиты и максимального здоровья, то есть нам выгоднее, чтобы у нас были персонажи именно с прокаченной защитой и с прокаченной максимальным здоровьем. Только в этом случае будет офигенный эффект. Плюс заряд защиты повышает эффективность следующего статуса защиты на 200%. Одуреть! Ух ты. Фига. На-ка! Ха-ха! Ты понял? Призывал какое-то надгробие и просто им нафиг чувачка огрел. Вот мне нравятся вот эти, ребята, суперудары, которые показываются у наших суперэдиков. Поэтому я и говорю, что хотелось бы их получить побольше. Потому что каждый по-своему уникален. Ох ты, осколок развития. Вот это хорошо. Правда, нам, по-моему, не однозвездочный нужен, но все равно пригодится. Так, ну что ж, давайте продолжать дальше эту сюжетку. Мы должны ее сегодня с вами пройти. Так, 20 уровни против нас. Я, знаете, что хочу сделать? Давайте, может быть, мы с вами прокачаем маленечко. Или не стоит? Да нет, наверное, не стоит. Мы так с вами заколбасим. Поехали. Я думал, знаете, прокачать Майю. Хотя это второстепенные такие персонажи. Нам, может быть, кто-нибудь будет победить. Покруче, рано или поздно. Беглый огонь. Так, опять ракеты. А ну-ка, давай так вот. Все-таки надо, ребята. Мне кажется, на клавиатуры быстрее бы у меня нажималось, чем здесь, чем на мышке. Ну-ка, бомбанем. Упс, идеально, идеально. Причем здесь у нас были враги. Мины и ракеты. Торпеды, точнее. Беглый огонь. Ага. Мины. Причем какие-то демонические. И, опять же, нацисты. Так, погнали. Нажимай быстро. Я нажимаю быстро. Да одури просто-напросто. Суда расснесу. Малорик. Погнали. Идеально. Так, ну теперь Майя не подводи. Есть. Отдуплились сосунки. По-моему, последняя волна, да, у нас сейчас будет. Причем Майя бежит быстрее всех. Да, последний бой. Слушай, ну это детский лепет. На-ка. Ну, добьем. Идеальненько. Слушай, ну Майя, по-моему, вряд ли здесь, конечно, всех. Ну да, я так и думал. Сейчас они будут атаковать. Что он делает? Защита. Минусанул по защите нам. Понял. Фига, это он так звезданул? О-оу, о-оу. Давай, 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 давай. Фараончик, хиляй нас. Ты же должен хилять, по идее, нет? Или я что-то путаю? Ничего я не путаю. Должен хилять у нас. На 1080. Офигеть у него дамаг. Это он еще без прокачки, ребята. Если мы его прокачаем, я думаю, что там будет дальше вообще жесть. Просто-напросто. Количество доступной энергии растет вместе с рангом. Ребята, мы с вами заработали 10 ранг. Хе-хе-хе-хе. Круто. Так, горячий талисман защита. И такой же найдет на свирепость. У них вот в чем вот эти вот разницы, да? Свирепость, защита. Это нужно, ребята, очень дотошно разбираться. Я пока не знаю. Есть ли вообще какая-нибудь энциклопедия по этой игре? Вы кто такие? На чьей вы стороне? На твоей стороне, лейтенант. Мы хотим помочь союзникам в этой войне. Забудьте об этом. Мы обречены. Я уже приказал своим людям отступать. Вы не понимаете. Мы много дней штурмовали их штаб. Но у нацистов и есть биологическое оружие. Какой-то талисман. Наши ученые говорят, что это что-то живое. Но они не знают, что именно. Это какой-то бесконечный кошмар. Я хочу еще раз увидеть жену, пока мы все не отправились в ад. Да, Эдди, я тоже его не виню. Но мы не отступим. Мы соберем все осколки. Интересно, а что будет, когда мы с вами соберем все осколки? Неужели Эдди вернется... А куда он вернется? В свое тело? Да он так вроде бы в своем теле. Ну что же, сражение из огня называется. Поехали. 25 уровень. Плюс какие-то, смотрите, ребята, секретные такие шпионские войска у нас. Ладно, будем бомбиться вместе с ними. Другого выбора все равно у нас с вами нету. Из огня. Так, опять автоматики, да? Ладно, погнали. Ну. Упс. Ружбайку разнесли. Используем только базовые атаки. Я понял, используем только базовые атаки. Ох, нахлобучивает же он у меня, а? Ну, Эддик, ну, Эддик. На-ка. Нет, тут, наверное, тоже можно, ребята, спокойно включить автобой, но неинтересно. Автобой лучше всего проходить, ребята, когда ты уже, ну, прошел, да, этот уровень. И тебе нужно просто по уровню сложности. Например, сейчас изи, да, идет у нас. Потом там идет... Сложный и в конце хардкор. Но я тебе скажу, на хардкоре сложен только босс. Поэтому я в первый раз, когда проходил первую локацию, я не смог его одолеть, я имею в виду босса, без дополнительных Эдиков. Там у нас, помните, да? У нас там пират и жнец. Вот только с помощью них. Я там спрашиваю. А так своей командой нифига не получался. Они меня там разрубали налево и направо. Так, ну что же, переходим с вами на последний бой. Ох ты. Так-так, какое прекрасное зрелище, говорит огнеметчик. Обожаю запах горелых трупов. Какая гадость. Но сжечь вас заживо, это будет настоящее наслаждение. Поджаре этого дегенерата, Эдди. Ох ты. А что это такое? Блин, не посмотрите, ребята. Так, нам нужно действовать как можно быстрее. Мне не нравится, что они там задумали. Ой, нифига урон-то какой. Минимально, ребят. Вообще пипец. Ого. Слушай, по-моему, сейчас будет нам больно, очень больно. Так, регенерацию поставил. Всем! Слушай, а почему я не могу накопить вот это вот себе? Ага, вон. Сейчас, ребят, накопится. Сейчас накопится. Еще один бой, удар. Так. Давай дальше бомбанем его. Идеально. Майя, не подводи. Так, вот этот, в принципе, ребята, готов отдуплиться. Да хорош. Смотрите, сколько он на себя защиты, регенерации. Так, поджег нас, да, все-таки? Все-таки он поджег. То есть он ставит себе защиту, регенерацию. А вот, ребята, и наш любимый скилл. На! Офигеть, он бомбанул. Понял? На два хода у нас полная неуязвимость. Так что мы с вами просто валим этих сосунков. Без проблем. Минус один. И остался последний. Это как бы у нас, получается, босс. Промах просто, потому что у нас, ребят, неуязвимость. Я вам еще раз говорю. Все время забываю кликать, кликать. Надо кликать. А это главный, видимо, командир, да? Да, он, смотри-ка, жесткий паренек. Просто так не сдается. Давай, дитя проклятое. Хорошо бомбанул. Молодец, умница. Так, Майя идеально и завалила этого Хонорика. Слушай, ну, такой щекотливый боссик. Если бы не было фараона, может быть, мы и не прошли бы. Максимальный уровень, да? Ну, понятно, он уже у нас давно на максимальном уровне. Прапать мы его пока не можем. Ну, что ж, давай посмотрим, что нам еще там осталось пройти. Ух ты, еще долго, ребят. Смотрите, это мы сюда только лишь добрались, да? Потом, я так понимаю, сюда пройдем. Потом, потом только, наверное... То есть, два этапа еще это как минимум у нас должно быть. Ну, что ж, поехали. Так, убить время. Вот у нас... Ох, сколько здесь уровней, смотри. Челюсти смерти, человеческая тупость, высшее благо, монстры среди людей. Войти, конечно же. Конечно же войти. 25 уровень. Тут огнеметчики и летуны вертолетчики. Ну, вертолетчики, мы сами уже убедились, они легкие. Но 25 уровень все-таки уже. До этого был 20. Так, опять ракеты, да? Опять все это шелупень. Идеально. Молодец, Эдей. Так, я забыл, что это такое у нас? Щит ледяной бури. Ну, он нам не нужен пока. Не такие уж тут сильные враги, чтобы... ...применять это. Двигаемся далее. Так, а вот тут уже посложнее. Тут огнеметчики. Но я надеюсь, это не те огнеметчики, что боссы. Но все равно крепкие. Смотри. Удар держат. Как-то странно. Вот эти скелеты что-то мне совсем не нравятся. Ты видел? Мы не можем практически их хорошенько отдубасить. Защиту, стойкость они-то повесились. Тогда давай мы что-нибудь тоже придумаем. На. Хорошо, да? На тысяченочку. Звезданули. Добили. Скелет, короче, в рукопашке вообще ватный. К магии у него защита, а в рукопашке... ...сынулечка. Или у него была какая-то до этого защита. Потому что сейчас мы его просто... Ага, регенерация есть. На тебе, идеальное попадание в рыло. И мы переходим на следующую волну. Причем мне нравится, как он идет такой медленно, не спеша. Круто. Круто сделано. Ай, забываю все время кликать. Ну. Черт, подели. 25 уровней. Так, добьем. Должны. Не получилось ни шиша. Так, ладно, сейчас они будут ходить. Можно немножко ускорить. О, погоди-ка, а нам нужно это делать? Слушай, я думаю, мы... Хотя нет. Давай вот так вот сделаем. Самого главного. ТЫШ! На! На 2-627! Офигеть! Звезданули, чувачка! Просто это вызывает саркофаг. Пинает его, да? И уничтожает любого, кто стоит на пути этого саркофага. Прикольно. Это еще, ребят, не забывайте, что у нас атаки... Как там они? Прошлые, настоящие. А есть еще будущие. Хотелось бы мне посмотреть, что там будут за навыки. Ух ты, осколок развития. Если здесь, ребята, дают с одной звездочкой, то когда ты будешь проходить, например, на Безумном, там тебе будут выпадать, могут выпасть уже с тремя звездами эти самые осколки. Они нужны для развития наших персонажей, чтобы вы понимали. Ну что, давайте следующее сражение. Тут у нас 25-е уровни. И в основном будут собаки. Души Стрелка Ассасина призвать Стрелка или Ассасина с тремя 5-ю звездами. Вот хотелось бы просто призвать себе какого-нибудь персонажа на 5 звезд. Фулка! И тогда можно было бы смело его прокачивать. Потому что, ну, выше 5 звезд все равно не прыгнуть. Это максимальное. Единственное, что потом его можно снабжать уже супер-пуперными этими артефактами, которые у тебя прокачаны, там, например, сколько тут звезд? 5 звезд, наверное, на все идет, да? Вот, как бы и быть спокойным. Кстати, это совсем другие, ребята, вертолючки-то. Понял? Понял, что они делают? Вот, массовая атака, помимо того, что он бомбит, так он еще понижает защиту. Опять же, рандомно, видимо. Воу-воу-воу-воу, разошлись. Так, я смотрю, у Майи понизили атаку. Хорош, псина! Что за дела-то, я не понял. Так, а эти опять же ватные, да? Так, Майя... Нет, это у нас проклятое дитю, пока не будем делать. Так, ну-ка давай, Майечка. Похиль нас. Ну, хотя бы так. Хотя, на самом деле, надо было, ребят, нажимать. Опять же, я все время забываю, что нужно кликать. Тут же разные. Где-то надо, чтобы вот как эти совпали круги, а где-то нужно кликать. Должны выжить два союзника. Так у меня и так выжили. А-а-а, елки-палки. Майю подбили. Майю подбили. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, тихо, тихо. Ну, давай, да все время. Блок? Какой блок, блин? Ты понял? У него, оказывается, был блок. Что он делает? Тихо. Так, вжарил, да? Фарон, держись. Блин, стрелки опасные. Да тут все опасные, на кого не посмотри. Давай, поехали. Давай, 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 Эдик. Да какой блок, еб-парсеты? Я не могу понять, откуда у него блок? Почему-то блок у другой собаки. А, видимо, какой-то, ребята, защитный рефлекс был. То есть мы били пса, а отражалось это все на совсем другом псе. Посмотрите поле боя, ребят. Какие-то гигантские руки тут торчат. Только сейчас заметил это. Вот, вот что мне нужно было. На! Так, хорошо. Использовать ярцы. Использовал. Идеально. Так, по-моему, сейчас пойдет наш... А, у нас неуязвимость на два хода. Все. В плане... На два хода стрельбы или на два хода... Вот таких вот. Ладно. Все равно мы их здесь порвем. Блин, единственное, что плохо мы потеряли, Майю. И нашего... Дитя. Еще волна? О-оу. О-оу. И как? И что? У меня какой-то вот Эдик есть. Нет, 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 нет. Надо проходить именно этим. Почему именно этим, ребят? Потому что у него только четыре звезды. Больше никто здесь не выживет. И уповать на то, что мы с вами... Выживем все-таки здесь, в этом аду. Так. Я надеюсь, это последняя волна. Что, регенерацию повесил? Офигеть. Он повесил, ребята, на себя регенерацию. Блок. Так. Вот эта собака, ребята, берет на себя... Атаку. То есть, как живой щит действует. Успокойся. Дополнительный ход она сделала себе. Смотри. Ну, у нас половины здоровья уже нет. Плюс кровотечение повесили. Три! Нет, это... Вот это не кровотечение. Это что-то другое. Так, ладно. Ребята, если выживем, это будет чудо. А я почему-то в этом не уверен. Нам нужно еще два хода, ребята. Я не знаю. По-моему, хана нам. Нам хана. Кровозельяне повесили. И еще есть суператака какая-то. Слушай, а если мы успеем переключиться? А мы успеем переключиться? Нет! Я не успел, ребята. Я хотел переключиться на другого, на целого Эдика, но не вышло. Воскрешаемся. Десять айронита я могу себе позволить. Я не позволю этим говнюкам здесь. Давай вот так вот сделаем. На! Труфальдина из Бельгана получил. Блин, какая же, ребята, тут музычка играет. Обалденная просто. Вот именно настоящая игровая. Промах! Хе-хей! Промахнулся, псина. На тебе! В ответочку. Это была последняя волна. Да. Отлично. Так, новый уровень у меня получает Эди Фараон, 46-й. Слушай, а какой он максимальный? Наверное, будет 50-го. Так, осколок развития. Дай-ка я выйду на карту. Почему, ребята? Я хочу сейчас посмотреть, есть ли у меня кристаллы, которыми я могу апать своих персонажей. Я хочу его прокачать до максимального показателя. Так, ну-ка, где он? Где он? Мой отряд. Так, Эдик, давай-ка мы глянем. Есть, да? Улучшаем. Блин, мало как-то улучшает. Ох, ох ты! Ну, это круто. Красный кристалл. По одной штуке у нас. По одной штуке вот таких вот. Вот этот, ребята, кристалл, я так понимаю, видите, он прибавляет один уровень за каждый использованный осколок навыка. То есть, случайную способность прокачиваем. И вот у меня осколки пошли. Все это пока надо приберечь, я думаю. Развить. Пять звезд. Блин, вот это было бы круто. Это было бы вообще замечательно. Так, талисманы. А как вот эту учейку открыть? А, на пяти звездах у него открывается полностью все. Ясно. Будем знать. Так, давай посмотрим. А почему у нас у проклятого дитя ничего нету? Это непорядок. Так, он у нас... В принципе, он идет как маг. Магия и защита, да? Давай улучшим. Еще. Все, максимально, да? 20 уровень. Так, и надеваем. Все, шикарно. Так, и сюда нам нужно надеть... Атака магия. Так, давай возьмем вот этот, наверное. Что же такое талант? Сила воли. Талисман стимула. Повышает талант на 25%. Талант. Давай наденем. Талант плюс 5. Так, а это что у нас такое? Ослепление. Три штуки одеваешь таких, ребята, и будет у тебя ослепление. Преимущество. Если две таких, будет преимущество. Блин, это классно, да? Когда можешь формировать свой отряд, как тебе нужно. Например, нужны там тебе ослепления. Хоп, два артефакта влив. Да, талисманы. И все, вот тебе и навык. Шесть дней тут-то что такое? Достаточно материалов для усиления и развития существ. Ну да. Слушай, у меня такое ощущение, что дальше без доната просто нельзя будет ничего сделать. Так, ну что же. Давай переходим сюда. И у нас... Челюсти смерти. Подожди, нет, это мы прошли. Вот, человеческая тупость. Генерал обещает помиловать тебя в обмен на твою силу. Эдди прав. Людям нельзя давать такую власть. Ведь с этого и начался весь этот кошмар. Как вы не понимаете, вы только помогаете врагу. Ради всего человечества сдавайтесь. Или мы будем стрелять. Я согласен, Эдди. Моих вот этих вот второстепенных персонажей. Мне кажется, высшее благо. Последнее предупреждение. Сдавайся. Нам нужна твоя энергия. Иначе у нас приказ стрелять на поражение. Да? Давай-ка я тебя нахлобучу для начала. Сосунок. Стрелять у него на поражение. Эть, не вышло маленько. Ну, это ничего, ребят. Это ничего страшного. Жми, когда совпадут круги. Так это понятно. Что вы мне объясняете-то? Я не могу понять. Почему у нас уже здоровье-то не полностью? Мы только начали. Вроде бы никто по нам не бомбил. А у нас уже здоровье практически нету. Что за ерунда? Сон. Ха, мы усыпили чувака, прикинь. Круто. Так, ну что, двигаемся. Вторая волна. Так, лучше начинать, я так понял, уже, ребят, вот с этих летунов. Они самые висявые. Так. Почти на тысячу. Идеально, полторы урона. Слушай, мне этот эдик очень нравится. Крутой, чувак. Просто крутой. Может быть, я представляю, дальше, наверное, будут вообще крутые там. Это нам дали так. Бонусом, так скажем. А те, на которых надо копить осколки, там, наверное, будут мощнявые чувачки тоже. Ну, мы сами видели, да, вот эти вот жнецы, пираты, стойкость. Мы с вами получили стойкость. И все равно, кто-то у нас отнимает здоровье. Не могу понять, от чего оно отнимается. Последний бой. Босс, что ли? Слушай, по-моему, точно босс. Наконец-то мы встретились. Ты тот бессмертный, которого ищут нацисты. Генерал, мы не ваши враги. Дайте нам пройти. Нет, я не допущу, чтобы враг получил еще больше твоей энергии. Я возьму тебя в плен, и ты будешь моим тайным оружием. Я выиграю войну. У вас хорошая цель, но вы выбрали неправильную стратегию. Давай, научим генерала искусству войны, Эдди. Искусство войны, то есть, просто-напросто его убрать. Так, мне не нравится вот этот вот... Вот смотрите, ребята. В начале боя все союзники получают статус вампиризм. Вампиризм восстанавливает здоровье в объеме 60% от нанесенного физического урона. Это причем у него такая фигня. Вот это моя, а это у него. Ну, ему нужно... Вообще-то он ее уже активировал, да? Блин, плохо. Так, ну что, в начале мы уничтожаем собак. Будем бомбить собак именно. Так, идеально. Майя, ты готова? Давай-ка мы с тобой попробуем вжарить. Идеально, отлично. Так, он спит? Спит. Ну-ка, звезда не ему, Эдик. Так, на! На 2500. Слушай, у него еще здоровья-то хватает. 2500 мы звезданули ему, представляешь? Так, что у нас здесь? Регенерацию, да? Давай делать. Ой, забыл, забыл, что надо было нажимать. Что он там? У него еще руки идут, смотри. Что он там делает? Что-то сделал, непонятно что. Честно говоря, этот генерал... Получи в репу. Майя. Попробуем, а? Ну-ка, маечка моя. Идеально, регенерация висит. И Эдик мой добивает. Все, генерал, мы тебя научили искусство войны. Надеюсь, ты доволен остался. Так. Максимальный уровень. Блин, ну как же тебя прокачать-то, парень, а? Ох ты, руна. Прикольное такое не было у меня еще ни разу. Далее, конечно же, далее. Вельзевул. Пятизвездочный какой-то демон. Давайте, делайте то, за чем пришли. Я умру с честью. Мы не хотим убивать вас, генерал. Нам нужна информация. Что вы знаете про генерала тьмы? Откуда мне знать, что вы не двойные агенты? Эдди прав. Если вы хотите победить нацистов, вы должны нам поверить. Мы ваша последняя надежда. Ладно. Я знаю, что их командир в бункере подножия статуи. Мы пытались до него добраться, но штаб слишком хорошо укреплен. А разведка доложила, что их командир служит демоном. Так что удачи, видит бог, она вам понадобится. Да, и еще. У нас не работает связь, так что мои люди будут считать вас врагами. Не волнуйтесь, генерал. Так или иначе, союзники победят в этой войне. Хе-хей. Я надеюсь, что они победят. Так, и мы с вами переносимся к подножию статуи, да? А потом еще будет вот здесь этап. Я, честно говоря, думал, что мы сегодня пройдем с вами, но судя по тому, что сколько здесь еще уровней, нам надо как бы закругляться тогда, ребят. Слушайте, а давайте действительно мы с вами закончим сейчас эту серию и обязательно увидимся в следующей. Как раз пройдем этот уровень и встретимся уже с самим боссом, с главным нацистом. Так что, ребятулечки, всем пока, всем удачи. А если есть что добавить, то пишите в комментариях. Так что, до новых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok